По просёлочной дороге с ветерком на улице Тимошевской праздник. Завершился ремонт асфальтового полотна. Его качество лично оценил глава Сочи. Работой дорожников Анатолий Пахомов остался доволен. А вот дворовые пейзажи вызвали недоумение. Хлам во дворах, поросшие травоучастки, некрашенные заборы и фасады. Так, конечно, не везде, но с теми, кто разводит антисанитарию, разговаривать будут на языке санкций. А вот по новому дорожному полотну на колхозной и вовсе течёт канализация. Это уже будут выяснять сотрудники водоканала. Кто будет улечён в нарушении природоохранного законодательства, лишится живительной влаги. Ну а жителям села Верхнениколаевского, помимо дороги, глава Сочи пообещал социальные ряды. Рынок-то будет, но арендовать места там садоводам не по карману. Но после недолгой беседы решение нашлось. Собственник выделит им места или построит социальные ряды. Решена и другая проблема в селе. Отремонтирован мост. «Мост был аварийный. Сделали подпорку новую совершенно. Теперь мост уже совершенно исправный». В микрорайоне искра задача другая. После ремонта дороги убрать строительный мусор и почистить ливнёвки. Это же надо сделать и в центре города, к примеру, на проспекте Пушкина. Подрядчики должны довести до ума объекты в кратчайшие сроки, как и жители своей территории. «Сделали дороги, но во дворах надо навести порядок. Дело в том, что мы готовимся к главному футбольному событию мира. И футбол – это не только спорт. Футбол – это жизнь. И, естественно, приедут более 30 тысяч иностранных только туристов. Из них до 2000 журналистов, которые, естественно, хотят показать всему миру, как живут здесь русские». Что же касается дорог, то до конца года в Сочи будут отремонтированы 40 улиц. На этой из краевой казны выделено 286 миллионов рублей. Городские власти на полпути к цели. Работы на 25 участках уже завершены. «У каждой улицы есть поручения и губернатора, и главы нашего города. А поручение – это, конечно, обращение наших граждан. Поэтому, безусловно, мы уже занимаемся ремонтом, во-первых, точно, в соответствии с пожеланиями людей. Во-вторых, мы сейчас по поручению главы нашего города, как вы сегодня видели, мы как бы ушли больше в наши сельские округа, где тоже живут наши люди. И, конечно, там дороги требовали ремонта». Запланирован ремонт и отдельных участков дороги. В общей сложности предстоит закатать в асфальт 48 тысяч квадратных метров.